Всем привет! В эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена, и мы продолжаем серию наших видео о районах Анталии. Как-то, если кто не знает, в Анталии есть три больших района. Это у нас Мурат Паша, он ассоциируется у нас с центром города, есть Кони Алты, его ассоциируют, естественно, с большим пляжем Кони Алты, и район Кипес. Кипес, он не имеет выхода к морю, он располагает у нас и район Мурат Паша, и район Кони Алты облегает, как бы. Итак, сегодняшнее наше видео будет называться так. Район Кипес, мифы и реальность. Раньше всегда говорили, что Кипес это самый худший район Анталии, но я хочу вам сказать совершенно другое. Во-первых, район Кипес это самый большой район Анталии, это самый быстро развивающийся район Анталии. Здесь строится очень много домов хорошего качества, с большой планировкой, и до моря добраться здесь тоже недалеко. Потому что здесь сильно развита транспортная инфраструктура. Уже сюда пришел и новая ветка трамвая, и очень много ходит автобусов. Вот посмотрите, какая красивая администрация, какая красивая площадь. И самое интересное, что я вам скажу. Она находится, вот мы сейчас в районе Кипес. Вот посмотрите, впереди там большая дорога. Это трасса Д-400. Это транзитная трасса, по ней можно доехать и в Кимер, можно доехать в Аланию, в Мерсин, в зависимости, в какую сторону вы поедете. А вот за этой большой дорогой уже находится район Мурат-Паша. То есть можно дойтись абсолютно просто пешком. И в чем разница сказать, что Мурат-Паша это отличный район, а Кипес это плохой район? Совершенно не так. Конечно, в каждом районе существуют не очень хорошие махале. Махале это маленькие такие микрорайончики, где могут жить с вашими соседями и цыгане, и курды. Хотя про курдах я ничего плохого сказать не могу. Именно просто надо внимательно смотреть, когда вы выбираете себе квартиру. И никогда не отвергайте возможность посмотреть что-то интересное в районе Кипес. Я не риэлтор, вам честно скажу. Я не знаю, где сколько стоит конкретно в каждом районе. Прямо как называть точными цифрами. Я простой обыватель. Мы здесь живем давно, мы сами выбирали себе квартиру. Мы тоже живем в Кипезе. И я ничуть не сожалею об этом. Потому что мы очень быстро можем доехать до центра на автобусе за 15 минут. И до моря, до Кони Алты мы доезжаем за 30 минут на автобусе. Хотя у нас есть машины, но бывают же ситуации, что не все члены вашей семьи могут воспользоваться машиной. Я хочу вам показать район Кипес, те интересные махали, те интересные районы, которые здесь уже есть. Где действительно можно жить. И, кстати, русские уже здесь тоже появились. У меня уже есть русские подруги здесь, которые живут рядом со мной. Как бы, то есть, поехали. Что говорить много? Поедем, посмотрим. Ну, как я люблю дороги Анталии. Вот ровненький, аккуратненький асфальт. О, видите, я хороший человек. Я пропускаю пешехода, в отличие от местных водителей. Да, поехали. Ой, сколько их, много? Вот посмотрите, сколько туннелей сделали в Анталии. Благодаря им сумели разгрузить движение. Вот это мы приехали на улицу Карая Бульвары. По нему сейчас ходит трамвай. Довольно-таки не новая улица. Ну, здесь зато вот есть парк. Но между старыми домами, кстати, дома относительно старые, вот строится очень много новых. К сожалению, в районе Кипеса еще пока мало достопримечательностей, но зато много зеленых зон. В данный момент мы находимся на Сакарае Бульвары. Есть Шахетлер парки. Очень красивый парк сделан. Вечером здесь включают фонтаны. Ну, просто днем жарко, посидителей нет, поэтому фонтаны пока не работают. Но, тем не менее, смотрите, сколько людей просто приходит здесь отдохнуть. Как вот эта любимая турецкая привычка, устроить пикник, посидеть на травке. Мы тоже это стали любить здесь. Здесь действительно можно ходить по газонам. Ну, и в каждом практически районе здесь имеются небольшие парки, детские площадки. Потому что здесь земля, наверное, все-таки дешевле стоит, чем возле моря. И поэтому дома находятся в достаточно большом расстоянии друг от друга. И невысокой этажности. То есть у вас будет как можно меньше соседей, которые могли бы вам нравиться, не нравиться, но будет их меньше. В любом случае, вот там находят, смотри, видишь, дети играют в футбол. То есть такие вот площадки повсеместно построены здесь для футбола, баскетбола. И просто для приятного времяпрепровождения. Ну, дома здесь не все новые. Кстати, раньше строили дома с очень большими балконами. Теперь мы покажем новые дома. Почему-то строят очень маленькие балкончики. Ну, очень красиво выглядит дом сам по себе. Большие широкие улицы. Это, кстати, специально делают посередине. Сейчас пока растут деревья. Но в любой момент улицу можно будет расширить. Вот так благодаря этому трамвай у нас появился. Потому что были изначально спланированы широкие улицы. Ну, видишь, застройка здесь в основном 4-5 этажей. Есть, конечно, здесь и высокие дома. Мы тоже могут нам встретиться по дороге. Не знаю, но мне нравится жить, чтобы дом был невысокий. Мы до этого жили в Москве, имея много-много подъездов и соседей. И ты не знаком был. Не то, что со всеми соседями, ты даже с соседями в одном подъезде был не знаком. А здесь все друг друга знают, друг друга поддерживают. Видите, мы уже ехали дальше вглубь района. И по-прежнему выиграет вполне прилично. Так же, нормальные дома, маленькие магазинчики. Так. Так. Видишь, здесь большая площадь Кейт Миндена из Новой построили. В воскресенье проводится базар. Базар есть в каждом микрорайоне, в принципе. Но здесь очень большой. Мы тоже иногда сюда приходим, потому что нам здесь недалеко. Но у нас возле дома есть маленький базарчик. Надо посмотреть. Просторно. Много места. И мы это в Кипезе. Вот это был Яни Махалеси, мы проезжали. Сейчас это будет Махалес, по-моему, называется Гюнь-де-Арду. Большой стадион. Большой стадион. А стадион этот принадлежит спортшколе. Всем привет. Меня зовут Андрей. Мама уже с вами успела пообщаться. Я хочу от себя добавить про Кипез спор. Это большая анталийская спортшкола. Она бесплатная. Тут есть такие виды спорта, начиная от футбола, баскетбола и заканчивания даже большим теннисом. Вот я хочу в этом году в нее, как говорится, поступить. Я занимался 7 лет баскетболом. Вот, надеюсь, меня примут. Ну что, поехали дальше. Теперь вот Кипез, Кент, Мейдан. Его построили за эту зиму. В прошлом году здесь ничего не было. Здесь был пустырь. Это можно точно сказать, что район самый динамично развивающийся. Здесь вот школа большая. А, кстати, заметьте, школа здесь, начальная и средняя школа. И даже детский сад, который, а на Аколу при школе, это обязательно отдельное здание будет. Чтобы дети не пересекались и не мешали друг другу. Да, детских площадок, правда, здесь много и площадки, и беседки. Я специально показываю вот такие улицы, а не главные улицы. Потому что жить на шумной улице, мне кажется, не очень приятно. Когда у вас круглосуточно ездит транспорт под окнами. Потому что вы скажете, что мы закроем окна, и у нас будет кондиционер работать все время. Так тоже не очень хорошо. Здесь много месяцев в году, жарко, и просто открываешь окна. Пустые пространства застраиваются. Вот новые дома. Как я уже говорила, видите, в новых домах не очень большие балконы строят. Вот единственное, что мне в них не нравится. Вот новый стадион. Здесь вот спортшкола тоже есть. Вот особенно сейчас летом очень популярно. Детей отдают заниматься. Вот были здесь. Здесь это искусственное покрытие. Вот это остановка ГАЗИ нового трамвая. И вот по этой улице, по прямой, можно выехать в центр города. Я так думаю, что мы сделаем карту, да, Андрей, сделаем? И пометим зеленым, где можно, в принципе, жить, где можно посмотреть. Место жительства себе новое. Потому что вот смотри, сколько здесь новых районов застраиваются активно. То есть теперь, кипец, это не то, что было раньше, когда-то. Ну, конечно, я бы не хотела жить вот на этой улице. Потому что здесь круглосуточно ходит транспорт. Ну, видели, мы за этой улицей, сзади, есть замечательные дома. Вот, продаются квартиры прямо. И за ними еще дома в новой построены. А так все здесь есть. И самое главное, здесь есть и базары, есть и много-много магазинчиков. Больших, маленьких. И все в шаговой доступности. Я, конечно, не популяризирую, что это вот самый лучший район. Нет. Просто, что все зависит от вашего кошелька и вашего надобности жизни в Анталии. Если вы, конечно, приезжаете на несколько недель, и квартира вам это просто для того, чтобы была в Анталии, тогда, конечно, вам надо пытаться купить ближе к морю. А если вы собираетесь жить долго, то можно и не обязательно жить в Куни-Алты. Ма, смотри, фонтан! Да, это фонтан. Находится он возле Аутагара. Это Большого автовокзала в Анталии. А на ком стопу? Вечером он красивый. Он только цветная подсветка включается. А мы еще попрыгнем в Кипезе. А у нас еще нормально. Вот мы сделали еще одну остановку. Это район, за нами дальше находится, район Ахатлы, а там находится Культур Махалесе. По моему мнению, это очень достойные районы, в плане Кипезе. Почему? Объясню. Ну, во-первых, здесь есть много магазинов. Любимый магазин Эраста. Это, на мой взгляд, самый красивый магазин. Баухаус. Ну, конечно же, много магазинчиков шаговой доступности. Любимый, Шоки, А-101. И самое главное. Видите эту большую дорогу, где проезжают машины на большой скорости? Прямо по ней можно приехать на пляж Куни-Алты. Минут за 5-7. Я не шучу. И здесь ходит много транспорта, однозначно. И дома новые, красивые. Мы здесь проедемся по этому району и покажем. Ну, получается, вы можете сказать, что я сейчас только и делаю, что нахваливаю район Кипез. Говорят, что он самый лучший, самый красивый. Нет. Я просто показывала красивые махале. Хорошие, удобные для жизни. В Кипезе много минусов, однозначно. Самый главный минус, то, что у Кипез не выходит к морю. Нет такого возможности сразу пешком попасть на море. Или даже автобусом. Все равно надо потратить время, чтобы доехать. А потом квартиры в Кипезе дешевле. Соответственно, там имеют возможность купить жилье и менее обеспеченные граждане. Соответственно, есть районы, где вообще, я бы назвала их рабочий район. Вот здесь вот, где фабрики, район Докума, где вот есть. Или далее удаленные места вот такие вот. Есть махале, в которых достаточно много еще хибарок неснесенных. Или вот вообще какие-то удаленные места. Но, тем не менее, хочу развеять миф. В Кипезе жить можно. Кипез, это теперь не самый отсталый район Анталии. Мы еще покажем вам красивые места здесь. Мы сейчас проедемся здесь, покажем, какие дома. Здесь тоже невысокая застройка. Ну, и еще будет у нас красивое завершение нашего видео. А сейчас мы едем по району Ахатлы. Он находится напротив вот дороги, где есть Эраста, Баухаус. Вот с той стороны, ну, далеко достаточно, будет там Аутагар. Смотрите, это новый хороший район. Мне тоже он нравится. И уже и зелени поднасажали тут. И базар у них здесь есть, мы его видели. И автобусы здесь проходят. Вот, правда, автобусов здесь немножко меньше, чем вот там, где мы показывали улицу Иршил-Эрмак и Сакарае-Бульвары. Но, тем не менее, вот маленькие, очень уютные, красивые домики. Этот район бы я тоже рекомендовала. А знаете, почему я его рекомендую? А мы скоро вот выйдем. Сейчас я поверну. И мы выйдем на дорогу, который по прямой приходит на пляж Кони-Алты. Вот мы специально просто съехали с нее, чтобы показать, что здесь есть. Вот мы свернули с большой улицы. Это очень тихенькая улица, очень тихие дома. Видишь, надо не по главной дороге ездить смотреть, а именно сворачивать. А еще мы хотим сказать, когда продаются квартиры или сдаются в аренду, обязательно будет висеть об этом вот растяжка или табличка, что сатылык это продается, кверолык это у нас сдается в аренду. Это наша последняя остановка в Кипезе. Этот район я специально хотела показать последним. Он у меня вызывает противоречивые отношения. Место очень красивое. Мы сейчас находимся на горе. Вот сейчас вы увидите. Здесь вид на всю Анталию. Здесь ветер такой вот. Здесь не так жарко. Посмотрите, какие красивые дома построены. Это новый микрорайон. Чанкая Махалеси здесь находится. Ну, а вот гора сама называется Мазида. Но добираться сюда сложно. Вот посмотрите, как мы сюда ехали. Здесь постоянно подъем крутой вверх. Сюда ходит мало автобусов, если забираться общественным транспортом. И зимой, конечно же, отсюда будет стечь вода вниз. Здесь будет скользко. Здесь как бы, ну, место очень красивое. Я не знаю, как вот. И сказать, что это плохо, я не могу. И сказать, что это очень супер, тоже не могу. То есть, это посмотрите. Посмотрите сами, как здесь красиво. Мы сейчас пройдем вот эту террасу-парк. Вот уже мы только входим, и мы уже видим Анталию. Здесь красиво вечером. Мы снимали видео здесь уже, мы бывали не один раз. Мы даже своих гостей сюда зовем. Прогуляться вечером. Здесь красивые фонтаны с подсветкой. Здесь очень много людей. Ну, и днем здесь красиво. Получается, это город в городе. Вернее, даже не город в городе, а город над городом. Да, фонтаны вечером будут работать. Пойдем сразу пройдем. Вот, смотрите, мы проезжали сегодня. Видите, большая зеленая крыша. Это вот Пазар Пазары. Это Воскресный базар, который я показывала. Вот там рядом площадь большая сделана. Вот чуть-чуть дальше. Я просто хорошо знаю, где вот находится. Вот видишь? Кипец Беледеси, где мы были. То есть, мы проезжали, вот показывали вот этот вам район. Вот это новые дома, которые строятся возле остановки трамвая. Вот они новые прямо. Вот это большие сете, которые, ну, там дома не новые. Уже там квартира не очень хорошая. То есть, это очень большой, вот это вот все большой район. Это район Кипец. Мы показывали, было одно у нас видео, в каком районе бы не хотелось жить. Это вот там далеко, вот отсюда не видно, там вот Ворсак. Вот там вот совсем далеко, вот там вот больница, Кипец Хастенеси. И вот за ней. Ну, даже вот видно, вот тут дома все красивые, ровненькие, аккуратненькие. Ну, а там дальше, это уже море. Вот невозможно смотреть без улыбки. Вот прямо так вот радостно, вот я не знаю. А еще там центр города. Ну, вот центр города, да. Вот это черное здание, там Арканталия видно. Вот там вот большое колесо обозрения новое. Самое большое колесо в Турции. Да. Красота. Ну, а добираться сюда, вот посмотрите, вот такие вот старые дома здесь по дороге. Очень старенькие. Вот раньше только была вот эта маленькая дорога, а вот сейчас мы по которой трассе ехали, она по две полосы в каждую сторону, широкая, большая сделана. Благодаря этому мы быстро сюда добрались и безопасно. Но, тем не менее, не знаю. Здесь очень красиво. В принципе, из любого места Анталии сюда можно добраться. Можно доехать на машине, а можно доехать и автобусом. Потому что, наверное, когда ты живешь и каждый день видишь перед собой такую красоту, ты перестаешь ее замечать. Посмотрите, какая огромная Анталия. Мы перешли уже на другую смотровую площадку, что уже видно и другую часть города. Мы сегодня рассказывали про район Кипец. Я надеюсь, смогла развеять ваши мифы. Кипец это не самый плохой район Анталии. Во-первых, Кипец это самый большой район Анталии. И в нем действительно много разных махалей. Есть, которые приемлемы для жизни. Есть, в которых не стоит находиться русскоязычным людям. Но, тем не менее, в Кипеце можно жить. Можно смотреть квартиру. Можно найти район, где удобно жить. Самое главное, это транспортная доступность. Вот еще раз, поглядите на эту Анталию. Я очень люблю свой город. И я уверена, что вы тоже сможете найти себе место жительства. И тоже будете любить Анталию так же сильно, как и мы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайк. А еще у моего сына есть инстаграм. Ссылочка в описании. Он будет рад, если вы на него подпишетесь. Я хочу сказать, что мы будем снимать еще видео про другие районы Анталии. Мы не риэлторы. Мы показываем, как обыватели, которые здесь живут и видят все своими глазами. То есть, как нравится, лично мне нравится здесь, не нравится. Что здесь красиво, как удобно здесь жить. Поэтому подписывайтесь и ждите новых видео. Всем пока!